Девушки отдыхают Девушки отдыхают Если мать предпочитает общаться с подругой, а не со своим сыном Как защитить мальчика от побоев и унижения? Для отца ответ однозначный Отобрать ребенка Правомерно ли его действия решит суд? Вы можете себе просто представить женщину, страдающую умственным расстройством? Это, понимаете, толстая женщина Как можно с такой заняться? Вы что? А вот, понимаете, занялся как-то Драка в психиатрической клинике закончилась изнасилованием и рождением ребенка Кто же должен содержать малыша? Государство или родители невменяемого отца? Узнаем в суде Истец, представитель органов опеки Подает иск о лишении ответчика родительских прав в отношении его сына Ответчик иск не признает Заявляет, что воспитывает ребенка нормально Так, пожалуйста, только напить Я вас слушаю Ваша честь, суть дела такова Корзин Михаил 15-летний, несовершеннолетний подросток И так растет в неполной семье Недавно у него умерла мама Но и отец Работает вахтовым методом Две недели он дома Две недели отсутствует Фактически подросток беспризорный Он не беспризорный Не надо меня перебивать И своим Свободным временем И свободной квартирой Он распорядился очень Неоднозначно Практически превратил ее в малину Там фактически Компьютерный клуб К которому собираются не только одноклассники Но и подростки всего района Нет, ну хорошо, давайте между малиной и компьютерным клубом Все-таки есть разница Нет, так это Это только одна сторона Вы увидите, что это действительно малина Потому что там подростки курят Пьют Скрываются от родителей Даже по несколько дней Вы сами были в нашей квартире? Соседи завалили жалобами Участкового На то, что из окон этой квартиры Постоянно доносится громкая музыка С нецензурной лексикой Рэп там они крутят Весь дом ходуном ходит Под окнами этой квартиры Горы просто Банок из-под пива Окурков Это я уже не говорю Там нарушение Закона о курении и прочее Его Ответчика вызывали И педагоги школы Чтобы поговорить с ним об этом Родители мальчиков Которые проводят там время Тоже против такого Время провождения Обращались к отцу И мы его тоже вызывали Он никак не реагирует У него нет времени Заниматься воспитанием сына Родители даже предлагали Берите вы его с собой На эту вахту Он хоть будет под присмотром Какую вахту, братья Вы в своем уме Там рабочий поселок Просто вот предприятие И барак Где живут вахтовики Где там ребенку жить И ни поликлиники Ни школы нет Вы что Вы себе представляете Значит меняйте работу Ваша честь За последние У ответчика родителей нет То есть там бабушки Нет, у них никого нет Поэтому ситуация такая У нас нет никаких родственников Который 15-летнего подростка Оставляет одного У меня сын очень самостоятельный Он до такой степени самостоятельный Ваша честь Потому что за последние полгода Уже три раза там была полиция Когда входили в квартиру Дым столбом Извините за грубость Все облевано и оплевано Ничего у нас такого нет Пьяные подростки валяются Вот фотографии нашей квартиры Все чисто Все в порядке Почему вы это говорите? Он чистоту и порядок ребенок наводит Когда папа приезжает Естественно там он белый и пушистый Квартира в порядке Успел убраться О чем вы говорите? У меня вот пожалуйста Есть протоколы из полиции Через судебный пристав Передайте пожалуйста Ответчик Ну что полиция просто так приезжает? Им что делать больше нечего? Я работаю вактовым методом Две недели работаю Две недели отдыхаю После смерти жены Я остался один родитель И больше не с кем ребенка оставить Родственников у нас нету Я уезжаю работать на вакту Потому что там платят хорошо 90 тысяч А в нашем городе 20 тысяч Вот у меня договор с места работы И выписки о работе Которую предоставляют в нашем городе Это раз Во-вторых Ребенок у меня отличник Это несоввестимо Отличник и алкоголик Вот справки есть Так я не утверждаю Что он алкоголик Он других спаивает Слушайте внимательно Он не спаивает никого Он в школе Протоколы есть Я своему ребенку доверяю Он у меня очень самостоятельный Он сам готовит Сам убирается Сам чистит Сам за продуктами ходит И мы с ним Вот Вместе ездили на рыбалку Вместе мы с ним отдыхаем Я своему ребенку полностью доверяю Он у меня самостоятельный Я не знаю что наговаривать У нас на третьем На четвертом этаже Живут две семьи Которые не просыхают Круглосуточно Там и крики И дети плачут И голодные дети Приходят к нам за едой И к ним Что-то почему-то Никто не приходит Я не знаю здесь С чего это все началось Почему на нас так взъелись Мы нормальная Добропорядочная семья И у меня есть справка Что я сам Ничего не употребляю Ни спиртное не употребляю Ни наркотики Я работаю Зарабатываю На своего ребенка Для того Чтобы его выучить На благо государства Чтобы он был Нормальным членом общества Ответчик А я не знаю Почему вот это все мне предъявляется Ответчик Ответчик Я вас выслушала Терпеливо Да А вот зачем сотрудникам ДПС Трижды приезжать Значит какая-то была заинтересованность Я не знаю в чем заинтересованность Значит какой-то подвох Значит что-то кому-то он перешел дорогу Мой сын Почему Если у нас все нормально Обратите внимание на другие семьи Снимите наконец розовые очки Снимите Нет у меня розовых очков Вы просили свидетелей Да, ваша честь Прогласите пожалуйста В зал свидетеля истца Свидетель истца Видел что творится в этой квартире Представьтесь пожалуйста Здравствуйте, ваша честь Меня зовут Бойков Глеб Константинович Это вот органы опеки С моей подачи засуетились Все дело в том Теперь понятно откуда это все Помолчите сейчас, постойте Все дело в том Что два месяца назад Мы с сыном поругались Он ушел из дома у меня Ну и собственно Мы с женой искали его целый день Где только могли искали Заходили собственно и квартиру Вот Корзиным Туда нам дверь открыл Непосредственно Михаил Сказал что где наш сын он не знает И где он может быть Находиться тоже он не знает Собственно Ну как бы Не в курсе После этого еще три дня Где только могли мы искали Обзванивали поликлиники Морги все Посещали все эти Полицейские участки Ну в общем где могли искали Не могли найти Ну и удалось нам выяснить То что он все-таки Вот у них дома скрывается После этого нам буквально штурмом пришлось Полиции Врываться к ним в квартиру И там мы обнаружили Нашу сына Алексея Он под столом спал пьяный Отсыпался Вот а я о чем говорю Пьют они там Вот ваша честь Полный ответ Это человек Представитель мэрии Конечно его будут слушать Какая разница что Он одет Никто нигде слушать не будет А что это у Мала что ли Вы обратите пожалуйста на него внимание У него сын пьет Убегает из дома А где он пьет Где он пьет Расскажите мне Дома у вас в квартире Он не сбегает из дома Я его не ищу А зачем ему сбегать У него там вольница Вы разберитесь сначала Почему его сын скрывается В нашей благополучной квартире В пьяном виде Вы считаете Он пьяный пришел к нам Значит дома что-то не в порядке Вот его надо лишить Родители Когда он пришел в себя Он рассказал То что все эти три дня Он находился в этой квартире Ну они играли там в компьютерные игры Конечно музыку слушали Что к ним в гости приходили девочки С которыми вместе они употребляли алкоголь Даже одна из них стриптиз перед ними танцевала Представляете Вот на чего дошло Расклиния молодедних А вы еще глаза на это закрываете Может мы еще его в плен взяли Ответчик, ответчик, ответчик Так Извините пожалуйста Вы сына просили опросить Да Пригласите пожалуйста В зал несовершеннолетнего Несовершеннолетнего Идите Миша проходил Представьтесь пожалуйста Меня зовут Корзин Михаил Ростиславович И я хочу рассказать Что происходит в моей квартире В момент того Когда мой отец работает на вахте Да У меня собираются мои друзья Одноклассники Но они собираются исключительно Для того чтобы Поиграть в компьютерные игры Ставки подсчитать Так Органы опеки Вашу честь Мы с ними иногда собираемся у меня Чтобы только посидеть И спокойно поиграть В компьютерные игры Потому что в моей квартире Это можно сделать спокойно Никто не будет мешать Вот Что касается алкоголя Я сам не пью Не курю Наркотики не употребляю Ничего Вот Да у меня есть один Мой знакомый Который пьет Но Я его отговаривала Не делать этого В моей квартире Я ему настоятельно сказал Не делай этого в моей квартире Или я тебя выгоню Но он меня не послушал И сделал все это насильно А почему ты не сказал Что он у тебя Когда мы пришли с матерью Его искать Я друзей не сдаю Он меня попросил Это не говорить То есть пить он пускай пьет у тебя Родителям его сдать Я сказал Чтобы он этого не делал Я сказал Подумай У тебя есть своя голова Не перебивай А вы бы в возрасте Вашего сына Сдали бы приятеля Я сейчас не вдаваю Свой возраст Я удаюсь с позиции своей Пожалуйста Да Прошу вас Вы просто не учли Следующее обстоятельство Знаете Молодой человек Что когда Как вы говорите Вы не сдаёте своего приятеля У нас начинают подниматься Морги Больницы Родители Которые бегают Правоохранительные органы Которые занимаются розыском Включаются средства Массовой информации Появляются волонтёры Родители с ума сходят Ещё Вот я хочу чтобы вы сейчас поняли Что ситуация очень серьёзная Потому что вашего папу Просят лишить родительских прав В отношении вас Я считаю что К вам что полицейские Просто так пришли Ко мне пришли полицейские Только за тем Чтобы забрать Сына Бойкова Ну потому что Он был у меня дома Он не хотел у меня просто уходить А потом уже пришёл его отец С полицией И просто Ну Остальные протоколы Насчёт алкоголя Ничего не было Я сам не пью Нет Про что? Два остальных протокола О чём? Они были про то Что Якобы у меня В квартире кто-то собирался Якобы мы слушали громко музыку Хотя Я слушаю музыку Да Я слушаю музыку Но не громко И только до 10 вечера Не позже То есть позже я уже Ничего не включаю Вот Хорошо Так Суд удаляется Для принятия решения Далее в программе Моя бывшая супруга Проживает сожительницей Какой сожительницей? И ребёнок говорит мне сам Что она с ней вместе спит Ты что вообще идиот что ли? А ребёнок это будет придумывать? Жестокая клевета Похищение ребёнка И настраивание его против матери Всё это по мнению несчастной женщины Месть бывшего мужа Удастся ли ей отстоять Свои материнские права? Сможет ли она вернуть сына? Вы можете себе просто представить Женщину страдающую Умственным расстройством? Это понимаете Толстая женщина Как можно с такой заняться С тыквой? И что? А вот понимаете Занялся как-то Где взять деньги На содержание ребёнка? Если его мать Много лет не понимает Что происходит вокруг А отец Страдающий психическим расстройством Готов изнасиловать Кого угодно? Ответ В суде Суд оглашает решение Принятое по делу Суд заслушав исковые требования ИСЦА Возражение ответчика По заявленным Исковым требованиям Опросив свидетелей Со стороны ИСЦА Несовершеннолетнего Со стороны ответчика В отношении которого Может быть принято Судебное решение Придя процесс С обязательным Участием прокурора В иске органов Опеки и попечительства О лишении Ответчика родительских прав Суд считает Необходимым отказать Суд не лишает Ответчика родительских прав В отношении 15-летнего сына Потому что Учитывает сложную Жизненную ситуацию В которой оказался Отец-подростка После смерти жены И фактически Один воспитывает сына В данном случае Суд Исходя из фактических Обстоятельств по делу Считает Что ответчик В силу своих сил И возможностей Осуществляет Воспитание Своего сына Сын Из представленных В всех документах Суд приходит К выводу Что сын Не зло предправляет Спиртными напитками Он не вовлечен В потребление Наркотических препаратов У него Очень высокая Успеваемость В школе Что свидетельствует О том Что ответчик Добросовестно Исполняет Обязанности родителей Истец и ответчик Суд огласил Своё решение Дело закрыто Прошу всех встать Решение суда В иске отказать Можно быть отличником И при этом Являться хулиганом Если будет Хоть ещё одно заявление Всё у нас под контролем Думаю Что нам опять Придётся встретиться В зале суда Выводы я сделал По поводу своего сына Конечно Придётся Наверное Расстаться с работой Чтобы больше Уделять внимание Сыну Либо На крайний случай Попрошу Своих друзей Либо соседей Чтобы присмотрели За ним Ну парень-то хороший Сами-то Истец Подаёт иск Об определении Места жительства Ребёнка По месту Жительства Матери Ответчик Против иска Возражает Подаёт встречный Иск Об определении Места жительства Ребёнка С отцом Так, истец Суд хотел бы Вас уточнить Скажите, пожалуйста Вы просите Определить Место жительства Ребёнка С вами То есть В настоящее время Он проживает С вашим бывшим супругом Если я правильно понимаю Так точно Ваша честь А скажите, пожалуйста Ребёнок проживает С вашим бывшим супругом По решению суда? Нет, Ваша честь У меня сына Отобрали Три месяца назад Ваша честь Я умоляю вас Помогите Разберитесь Мне вернуть Кирюшу моего Обратно Когда мы развелись С моим бывшим мужем Ребёнок пожелал Жить с матерью А отец Не возражал У него там И комнатка отдельная есть У меня и доход Ей свой собственный И три месяца назад Вот отец Забрал ребёнка На прогулку И не вернул обратно Да так оно и есть Мальчика не подзывают К телефону Домой Мне его не возвращают Ваша честь У меня просто Отобрали сына Как он не хочет Вы запугали Отвечу Отвечу Больше полугода назад Когда ребёнок находился у меня дома В своей комнате отдыхал Зимой посреди ночи Ворвался ко мне Отец ребёнка Вместе со своей матерью Придумывал Умалишённый Прошу прощения Не стал Понимаете Дело Нам так в полиции Объяснили Что это не чужие люди Пытались ребёнка Отобрать И разбираться Никто не будет Не будет Скажите Скажите пожалуйста Истец А ответчик Когда-нибудь В суд обращался С требованием Об установлении Графика общения Нет Ваша честь Это было сделано В произвольном порядке Свободном Я и не препятствовала Так Мне свидетельство О расторжении брака И свидетельство О рождении ребёнка Через судебного пристава Передайте пожалуйста Истец А что Ответчик считает Что вы не справляетесь С обязанностями мамы Ваша честь Мне с ним видится Не дает Понимаете Ребёнка запугали Нет Нет До того Ребёнок проживал с вами Потом Ответчик стал появляться И требовать Чтобы ребёнок Жил совместно с ним Ну что Это должно было Я не знаю Что случилось Ваша честь Ребёнок звонил Месяц назад Говорит Что он скучает по маме Хорошо Ответчик Пожалуйста По какому основанию Ребёнок проживает с вами Ваша честь Значит Место проживания На данный момент У моей бывшей супруги Ребёнку там недопустимо Ребёнок жалуется Значит Что моя бывшая супруга Проживает Сожительницей Или сожителем С какой сожительницей Ты что несёшь Подруга Знакомая И ребёнок Говорит мне сам Что она с ней вместе спит Ты что Вообще идиот что ли А ребёнок это будет придумывать Ребёнок плачет постоянно Мамаша неадеквата Чтобы уже сына Побрать Ребёнок постоянно плачет Я прошу Идиот Удовлетворить Мой иск По мере И возможности Пребывания ребёнка Определения места жительства Ребёнка со мной Ваша честь Они всё придумали Это всё неправда Я ребёнка планировал Обратно отправить к жене На что он говорит Папа Я к маме не поеду Ну что ж ты врёшь Он попросил Меня не отправлять к маме Он плакал Он ревел Он разрыд Кирилл разрыдался Откровенно Понимаете Ребёнок должен быть с матерью Он её любит И он мне начал рассказывать Вот эти страшные вещи Более того Так называемая Её подруга Сожительница Она Это моя подруга институтская Применяет физическую силу Она его иногда За уши может Там одёрнуть Подзатыльник дать Значит Запереть там где-то В комнате В туалете Ваша честь Это всё враньёло Это жестокие меры По отношению к ребёнку Ребёнок мне это Жалуется постоянно И сейчас Я говорю Ты там был Ты это видел Дело в том Что органы опеки Дойдут сейчас В своё заключение В котором будут Два акта Обследования Жилищных условий Сделайте предположение Вдруг там в акте Будет написано Что у вас Беззаконных Оснований По вашему месту Жительства Проживает посторонний Человек Это на время Ваша честь У неё пока Жилья нет В городе Она у меня остановилась Сколько времени Она уже у вас живёт Около полугода Ваша честь И месяца пять И ваша подруга Нарушает Серьёзнейшим образом Закон Российской Федерации Вы по поводу чего Возражаете Это я никак не могу понять То что она не бьёт Ребёнка Ваша честь Она работает Так же как и я Не жаловаться По сей день Продолжает Не жаловаться Они ещё наговорили Придумали специально Чтобы ребёнка забрать Истец Послушайте Ещё раз Вы меня не слушаете Я вам говорю Что у вас У вас человек Проживает И вы И он Нарушает Федеральный закон О порядке постановки На учёт По месту пребывания Или по месту жительства И у нас не может Просто так В Москве Кто-то проживать Ясно Ваша честь Совершенно верно Вы всё сказали Ваша честь При Обнаружении Постороннего человека Мы попросили Документы Никакой регистрации У неё естественно Нет При этом Квартира Истицы Не принадлежит Это квартира Её родителей У меня есть Одна треть Собственности Ваша честь Документы Не надо меня Перебивать Не вы тоже Не она Доля Там есть квартиры Да У мальчика Есть своя комната Во второй комнате Проживает Истица С подругой При этом При опросе У психолога Мальчик Действительно Подтвердел Что это тётя Которую он Боится Просто до дрожи Чуть ли не до заикания Она на него Всё время ругается Всегда недовольна Запирает его В ванной Выключает там свет Кроме того Применяет физическое воздействие Он пытался Жаловаться мамы Мальчик Восьмилетний Просил защиту У родной матери Ну как вы можете Такое придумывать Это говорит мальчик Вы что говорили что ли Для этого Проходят Это всё мамаша твоя Психолога Она нас развела Объяснять работу Психолога Помолчите Если бы вы к нам пришли Хороший контакт Всё я Только в основном Всё я Ваша честь Так помолчите Прошу прощения Я же о вас и говорю Мы даже Думаем что надо Ограничить В родительских правах Такую маму Которая допускает В своём же присутствии Довести ребёнка До того Чтоб он отказался От родной матери И побежал к отцу Это просто уже Недопустимо До чего можно Довести Да истец Я прошу прощения Я вас перебиваю Дело в том что Истец Если вы ознакомились С заключением Детского психолога Оно у вас Вызывает сомнения Вы считаете Что там написано Не всё так Как есть на самом деле Вы приходите в суд Заявляете ходатайство О назначении Проведения Судебный Психолог и психиатрическая Экспертиза В отношении Несовершеннолетнего И тогда уже Экспертная организация Будет проводить Соответствующие Следования Обследования Опросы Тесты Для того Чтобы подтвердить Или опровергнуть Заключение Детского психолога Вы этого не сделали Я работала Ваша честь Я тоже работаю Ну работаете Что я могу А когда вам воспитывать ребёнка Вы всё время работаете Дайте пожалуйста Справка о доходах Имеется ваша честь При чём здесь Ваши доходы У вас морально ребёнок Страдает Естественно Вот понимаете Что можно купить Ребёнка Органы опеки и попечительства В данном случае Абсолютно правы Ваша личная Интимная жизнь Никого не интересует И никто По этому Ребёнка у вас Не отбирает На каком У вас ребёнка забрали Или потому что Ваша подруга Сожительница Возлюбленная По вашему выбору Берёте любое слово Которое есть Потому что Она допускает Физическое воздействие По отношению К ребёнку Методы воспитания Которые Она не имеет права Допускать первое Потому что Она не член семьи И следовательно Для ребёнка Я является посторонним человеком Ваша честь Я уверяю вас Завтра её уже там не будет А по поводу То, что она ребёнка бьёт Это они всё придумали Отговорили Ещё раз Ещё раз Ещё раз Ещё на комнатке Отдельная есть Смотрите, какая красивая Картинка с выставки Суд удаляется Для принятия решений Далее в программе Вы можете себе Просто представить Женщину, страдающую Умственным расстройством Это, понимаете Толстая женщина Как можно с такой Заняться с таким Вы что? А вот понимаете Занялся как-то Драка в психиатрической Клинике Закончилась Изнасилованием И рождением ребёнка Кто же должен Содержать малыша? Государство Или родители Невменяемого отца? Узнаем в суде Встречные исковы Требования Заявленные Ответчиком В данном судебном заседании Опросив Представителей Органов Опеки Попечительства Приобщив Их заключение К материалам дела Встречный иск Удовлетворяет И выносит решение Определить место жительства Семилетнего сына По месту жительства Отца В первоначальном Иске матери Об определении Места жительства Сына По её месту жительства Соответственно Суд отказывает Суд определил место жительства малолетнего сына бывших супругов по месту жительства отца, потому что в настоящее Реве ребенок фактически проживает совместно с отцом по его месту жительства, где имеются все благоприятные условия для воспитания и развития ребенка. При разрешении спора суд учел, что по месту жительства матери сложилась неблагоприятная обстановка для жизни ребенка. Со стороны женщины, которая стала проживать в квартире матери, по отношению к ребенку недоброжелательное отношение вплоть до применения физического намосилия за малейшую провинность ребенка. Такая обстановка причиняла мальчику страдания, отражалась на его душевном состоянии, в результате чего он попросил отца забрать его к себе. По месту жительства отца ребенок окружен вниманием и заботой. При этом, естественно, суд хотел бы обратить ваше внимание на следующее, что определение места жительства ребенка при раздельно проживающих родителей не означает, что у вас исчезает право на принятие участия в воспитании и общении с ребенком. Естественно, ответчик суд огласил свое решение, делал закат. Решение суда. В иске отказать. Встречный иск удовлетворить. Ну что ж, если моя подруга стала основной проблемой в общении с ребенком, это обязательно надо решать. И в органы опеки и попечительства я обязательно еще раз хожу. И докажу, что я права, и сын должен жить с матерью. Безусловно, я добьюсь, чтобы ребенок жил со мной. Я не буду препятствовать своей бывшей жене видеться с сыном. Но при условии, если она избавится от своей подруги, и тогда, я думаю, у нас у всех будет все замечательно. Истец подает иск о выплате алиментов на содержание своего внука. Ответчик иск не признает. Слушается дело Агейченко Марии Федоровны с исковыми требованиями о взыскании алиментов в размере 25% ответчика на содержание внука, который был рожден сыном ответчика. А вы представляете интересы вашего сына? Да, я являюсь опекуном своего сына. А, опекуном. Он что, несовершеннолетний? Ну, он немного... У него, в общем, лежит в психиатрической поликлинике. Он тоже... Он недееспособен? Недееспособен. В заключении судебно-психиатрической экспертизы. Да, мне радует свидетельство о рождении через судебного пристава. Передайте, пожалуйста. Вот, здесь моей дочери и моего внука. Пожалуйста. И о том, что документ, что я являюсь опекуном. Пожалуйста, естественно, я вас слушаю. Ваша честь, я здесь для того, чтобы взыскать алименты в размере 25% вот с этого гражданина. Его сын... Как с опекуна, так как с опекуна недееспособного. Да, как с опекуна недееспособного человека. Значит, его сын изнасиловал мою дочь в лечебном заведении. Моя девочка, ей 15 лет сейчас. Она находится в больнице. Значит, в один год ей был поставлен диагноз олигофрения. Мой муж, он просто отказался воспитывать этого ребенка. И мне пришлось ее отдать в лечебное заведение. И, значит, ей 15 лет сейчас. С трех лет она находится в этом заведении. Она ни на что не реагирует. Она не испытывает никаких эмоций. У нее ничего нет. Она ничего не понимает, что творится вокруг нее. Восемь месяцев тому назад было обнаружено, что моя дочь на четвертом месяце беременности. Было расследование. Был собран консилиум врачей. Девочка была изнасилована. И врачи мне предлагали, что сделать... Прерывание беременности. Ну, понимаете, Ваша честь, по состоянию своего здоровья я уже никогда не смогу иметь детей. А это мой внук. И я решила его оставить. И я его оставила, да. Мальчик родился. Стасик, хороший такой мальчик. Но у мальчика нашли проблемы с кардиологией, с проблемой с сердцем. Я работаю продавцом в магазине, в супермаркете. Денег, ну, зарплата не очень большая. А мальчику надо определенный уход. Специальный уход мальчику нужен. Ему нужны витамины, ему нужны, я не знаю, лекарства. За все надо платить. И я требую от этого гражданина 25% алиментов. Нет, подождите. Но вы утверждаете, что отцом ребенка является сын ответчика. Не ответчик, а сын ответчика. Да, да, да. Значит, была произведена экспертиза ДНК, где было установлено, что отец моего внука, отцом моего внука является именно сын этого гражданина. Леонид Витальевич. А у вас сын там же проходит лечение в этой клинике? Да, он там же проходит лечение в этом же стационаре, да. А ну, ответчик-то как несет ответственность за работу плохую от этого учреждения? Именно. Ну как, это же учреждение виновата. Ну, это же его сын. А за грехи... Истец, ваша дочь, к моему большому сожалению, признана недееспособным. Сын ответчика признан недееспособным. Он был признан недееспособным всего месяц тому назад. То есть вы считаете, что на момент зачатия ребенка он был дееспособен? Да, 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 я считаю. То есть он понимает значение действия, которое он совершает? Да, я считаю, что он целенаправленно это сделал. Да, ну простите, истец, в данном случае он проходил лечение в этой клинике? Да, он проходил, но он не был признан недееспособным. Скажи, простите, ответчик, диагноз какой? Проноидальная шизофрения. У нас есть признание недееспособности, которое производится только по решению суда. Да, ограничение в дееспособности и признание недееспособным. Но есть признание человека, не понимающим значение своих действий. Это означает, что вот это непонимание может быть признано как бы задним числом. То есть когда проводится определенное обследование, исследование, либо назначается судом и проводится экспертиза психолого-психиатрическая, то тогда эксперты могут прийти к выводу на основании определенных тестов, проведения исследований, что вот на момент совершения какого-то события человек, хотя и был дееспособным, но не понимал значение своих действий и не отдавал отчет в последствиях, хотя он дееспособный. А кто это знает? Ведь я считаю, что его сын, он соображал, когда он совершал половой акт. Так, пожалуйста, отвечки, я вас слушаю. Понимаете, то, что Леонида признали недееспособным только сейчас, это просто формальность. Сейчас он уже прошел все экспертизы, все, он признан, ему присвоена первая группа инвалидности, он признан недееспособным. Да, мне момент. Но это было признано только месяц, вы меня не услышали, не услышали меня. Вы медик? Нет. Послушайте, а почему вы не поддали иск к этому лечебному учреждению? А я еще подам к ним. А почему вы взыскиваете ущерб? Я вообще даже не понимаю, как вообще такое могло случиться, что в медицинском учреждении был совершен акт вандализма. Я считаю, это акт вандализма, да. Это изнасилование. Ваше решение, я расскажу про историю, пожалуйста. А то она не понимает, о чем она говорит. Нет, я все понимаю. Истец, я вас выслушала, давайте я ответчика выслушаю, пожалуйста. Ну, в общем, сейчас моему сыну Леониду 16 лет. Но проблемы со здоровьем, именно с психическим, начались у него уже в 12 лет. У меня вот есть выписка с его историей болезни. Также я был признан его опекуном. Но последние два года уже произошло, видать, обострение болезни. И нам пришлось его отдать в стационар, где он лежал два года. Кроме того, Леонид страдает гиперсексуальностью. Ну, то есть он может заняться сексом с кем угодно и где угодно. Жаль, что по этическим соображениям, конечно, нельзя предоставить фотографию Инги, дочери, вот, истца. Ну, вы можете себе просто представить женщину, страдающую умственным расстройством? Это, понимаете, толстая женщина. Ответчик, ответчик, достаточно все. Там просто, понимаете... Ответчик! Ну, в общем, после того, как все это случилось, я понял, что Леонида уже не вылечить. Что, скорее всего, с этим диагнозом он будет всю жизнь. Поэтому я настоял на том, чтобы собрался консилиум врачей и решением комиссии суда его признали недееспособным. Но болен был уже тогда, когда не отдавал отчетов действия с вашей дочерью. Это комиссия врачей решила. Но суда не было о том, что... Ответчик, ответчик, ответчик. Суда не было о том, чтобы... Как можно с такой заняться сексом с дочерью? Ответчик, ответчик. А вот, понимаете, занялся как-то. Ответчик, ответчик. Он не отдавал себе отчетов. Извините. Ваш сын признан биологическим отцом ребенка? Ну да, по результатам ДНК. Он биологический отец ребенка. Ну он же не отдавал себе отчетов. Он давно наблюдается в психиатрической лечебнице. Но суда же не было подтверждающего. Вы заявили специалиста с вашей стороны? Да, я хочу заявить специалиста, у которого наблюдался мой сын. Пригласите, пожалуйста, в зал специалиста со стороны ответчика. Специалист, войдите. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Пахинберг Константин Викторович, доктор медицинских наук, заведующее отделение в психиатрической клинике, где, соответственно, проходит лечение дочь истца и сын-ответчика. Я наблюдал за Леонидом Тушановым, за сыном-ответчиком на протяжении последних трех лет. На протяжении последних двух лет он является пациентом нашей клиники и как бы находится там постоянно. Я еще три года назад предлагал ответчику признать ребенка недееспособным. Ну так вот и надо было признать. Уже на тот момент, как бы психиатрическая комиссия, состоявшая из трех независимых врачей, пришла к выводу, что болезнь неизлечима и, к сожалению, ребенок страдает тяжелой формой шизоаффектического расстройства. Ну а как вообще могло случиться, что в вашем заведении... Подождите, истец, потом вы будете в другом суде, как иск заявите по поводу взыскания ущерба, так и будете задавать эти вопросы. Да мне вообще непонятно, как они вообще допустили такие вещи. Скажите, истец, вы слышите, что я вам говорю? Да. Скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, ситуация, при которой мужчина не отдает себе отчетов в действиях, которые он совершает, если он даже признан недееспособным, это что, должно отменить биологическое отцовство? Нет, разумеется, нет. Конечно. То есть у нас в данном случае, отвечик ваш сын, это все равно биологический отец ребенка. То есть то, что он недееспособен, и то, что он не мог отдавать отчет о совершаемых им действиях, то есть мы не можем его привлечь к уголовной ответственности за изнасилование, правильно? Поскольку он не понимал, что он делал. Но от этого он не перестал быть отцом. А если он не перестал быть биологическим отцом, то, следовательно, он обязан содержать родившегося ребенка. А поскольку он признан недееспособным, то есть он не может работать, не может получать заработную плату, не может правильно распоряжаться заработной платой, а вы являетесь его опекуном, то, следовательно, обязанность платить алименты возлагается на... Весело. В данном случае, конечно, мне не совсем понятен поступок ИССА, потому что у родившегося ребенка очень большая вероятность получить серьезные психиатрические проблемы, которые, скорее всего, проявятся в пубертатном периоде. Но это личное дело. Мы в данном случае предлагали, чтобы сделать аборт ее дочери, но она отказалась. Но я отказалась, да. Почему? Почему я должна отказываться от этого ребенка? Это единственный мой шанс. Прекрасно, понимаю. Что же я теперь должна? Я не знаю. Я, как врач, должен был только предупредить о последствиях. А не надо меня предупреждать. Нельзя было допускать таких вещей, вы понимаете? Ты представляешь, как у коктейля у этого ребенка? Я не знаю, о каком коктейле вы говорите. Суд удаляется для принятия решения. В следующей программе. Вот Новый год приглашает он девочек, маникюр, педикюр. За три года ты уже столько скопил денег, что квартиру смог купить, а сыну тысячу рублей перечисляешь. Устав орудовать тяжелым напильником, слесарь попробовал себя в сфере косметологических услуг и понял, что его руки созданы для маникюрного инструмента и эпиляции. Денежки потекли рекой, но все испортила алчная бывшая жена. Гонорары прямо пропорциональны количеству плохих семей. У них план по непополучным семьям, и они должны его выполнять любой ценой. Просроченный творожок и беспорядок в комнате смертельно опасны для мальчика. В этом убеждены сотрудники опеки. Они забрали у любящей матери сына. Зачем? Узнаем в суде. Моя дорогая, любимая жена изменила меня. Пока не жена. Я не стала твоей женой, к сожалению. А может быть, их счастье стать. Причем изменила с моим братом. Я не изменяла. Как разобраться, кто отец новорожденного, если мать встречалась сразу с двумя мужчинами? Кто должен платить алименты, если ДНК-анализ у двух претендентов на отцовство одинаковый? Как такое возможно, узнаем в суде. Суд задушил исковые требования ИСЦА, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, приобщив все документы и доказательства к материалам дела, опросил специалиста со стороны ответчика. Иск опекуна ребенка об установлении отцовства и взыскании алиментов суд удовлетворяет и устанавливает отцовство недееспособного мужчины в отношении опекаемого ИСЦА ребенка. Суд выносит решение об указании в актовой записи о рождении ребенка в графе отец вашего недееспособного сына. Суд взыскивает отца ребенка в пользу опекуна ребенка, алименты на содержание несовершеннолетнего сына, внука, простите, в размере одной четверти заработка иного дохода ежемесячно, до достижения ребенком совершеннолетия. Суд устанавливает отцовство недееспособного мужчины в отношении ребенка, опекаемого ИСЦА, потому что утверждение опекуна ребенка в данном случае подтверждается теми исследованиями, которые были проведены в клинике, а также заявлением ответчика о том, что его сын является биологическим отцом ребенка. Обстоятельства зачатия правового значения для установления происхождения ребенка, так же, как и данные о личности мамы и папы, их состояние здоровья фактически не имеют. То есть, когда устанавливается отцовство, признается только исключительно биологическое происхождение. То есть, в данной ситуации ни характеристики мамы и папы, ни их состояние здоровья, то есть, дееспособные они были, недееспособными, этого значения не имеют. Другое дело, что недееспособность – это, естественно, это невозможность биологического папы содержать своего ребенка, поскольку, будучи недееспособным, он полностью ограничен во всех гражданских правах и обязанностях. То есть, он не может работать, не может получать заработную плату, не может иметь доходы и, следовательно, содержать ребенка. Поэтому эта обязанность перекладывается на законного представителя, то есть, на опекуна. Поэтому, в данном случае, суд признает биологическое отцовство вашего сына и взыскивает с вас, как законного представителя опекуна, недееспособного, выплату алиментов 25% от всего дохода или заработной платы вашего опекаемого. Вот, понимаете, в этом есть определенная такая вот… Поэтому что, только пенсия, в данном случае, которая ему выплачивается, как ребенку-инвалиду с детства. Вот с этого и будет отчисляться 25%. Других доходов в данном случае нет. Естественно, ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Я еще… Я, конечно, очень признательна суду, что присудили 25% алиментов, но я еще буду судиться с клиникой. Такого не должно было быть, чтобы в больнице изнасиловали ребенка. И это не пройдет им так просто. Я еще и на больницу подам в суд. Ну, в принципе, что же делать? Такого решения суда, ну, ничего. У меня сын будет получать не очень неплохую пенсию. И с этой пенсией я буду оплачивать алименты. Пусть он сам теперь зарабатывает. Платит за меня алименты. Будьте внимательны. Естественно, вы будете в суд в заблуждении? Лучше записывайте. Я вас штрафую, естественно, еще на одну тысячу рублей. Если вы забудете, сколько вы должны будете в государстве, запишите. От этого зависит жизнь ваших детей. Мамаша спит в пьяном угаре. Ребенок доел последней объедки и рыдает от голода, ваша честь. Судья Елена Дмитриева в проекте «Битва за будущее». Ответчик, все. Не рассказывайте мне сказки. Дядя Саша меня бьет все время. Вы подтверждаете? Нет, метод УГУ не надо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова